Книга рекордов Гиннесса провозгласила ее самой переоцененной знаменитостью в мире, но для поклонников. Пэрис Хилтон, икона 21 века. Пэрис Хилтон не принимает всерьез, потому что она блондинка, но на самом деле она уверенная в себе девушка и умеет нравиться окружающим. Она хороший пример для молодых девочек по всему миру. По правде говоря, вместо того, чтобы изо всех сил стараться стать самой известной светской львицей, праправнучка основателя империи Хилтон, Конрада Хилтона, могла просто жить в свое удовольствие. Но эта богатенькая девушка хочет всегда все сделать по-своему. Мне нравится самой зарабатывать деньги и не просить ничего у родителей. Это укрепляет мою самооценку, и мне просто нравится иметь возможность покупать все, что захочу, и никого об этом не спрашивать. А еще я люблю работать. Для меня это развлечение. С тех пор, как в 99-м Пэрис исключили из Кантерберийской школы пансиона в Коннектикуте, она стала звездой и настоящим кумиром папарацци. За свою коронную фразу «Сексуально» она получила награду VH1. Теперь Пэрис является моделью, певицей, композитором, дизайнером, актрисой и бизнес-леди. Способность Пэрис превращать свою славу в деньги впервые проявилась в 2003 году, когда в эфир вышло ее реалити-шоу. В простой жизни она снялась с подружкой детства Николи Ричи. Вместе они попытались узнать, что такое постоянный, ежедневный труд, которым приходится зарабатывать себе на жизнь тем, у кого нет папочки-миллиардера. В первой части Пэрис и Ники пришлось распрощаться с мобильными телефонами и кредитками и на месяц переехать жить в арканзасскую семью. Рейтинг-шоу на канале Fox побил все рекорды. Несмотря на то, что девушки внесли хаос в повседневную жизнь города Алтос, власти увековечили их имена, назвав в их честь две улицы. Я не думала, что они назовут улицу в честь Николь, но я считаю, что это здорово и прикольно. Когда вернусь сюда, обязательно покажу эти улицы своей семье и друзьям. Это так странно, но прикольно. В Алабаме есть улица, названная в честь моего отца. Так что теперь у нас обеих есть памятные улицы. Это странно, потому что обычно отец и дочь объединяют совсем не это. За этим последовало еще два сезона реалити-шоу, после чего две подружки поссорились, и шоу прекратило свое существование. Но к этому времени Пэрис уже стала использовать свою славу для того, чтобы найти работу в новых проектах. Сначала она написала автобиографию под названием «Признание наследницы». Критики сочли книгу легкомысленной и пустой. Но, тем не менее, она стала бестселлером в «Нью-Йорк Таймс». После этого Пэрис выпустила продолжение книги. А в кино ее дебютом стал «Ужастик. Дом восковых фигур». Обожаю страшилки. Всю жизнь их любила. Их прикольно смотреть, прикольно пугаться и орать. И потом не спать по ночам. Конечно, кошмары – это не так здорово, но прикольно испытывать такие ощущения. Пэрис с удовольствием приняла предложение сыграть роль девушки, которая погибает от руки жестокого убийцы-психопата. Я была в восторге. Если снимаешься в ужастике, то всегда хочешь сняться в сцене со смерти героя. А ее коллега Чет Майкл Мюррей развеял слухи о том, что на съемочной площадке Пэрис ведет себя как Примадонна. У всех есть свои стереотипы, но я в них не верю. Я хочу обо всем составить свое мнение. Я рад, что не пал жертвой стереотипов, потому что Пэрис поразила нас всех. Она была такой милой, никогда ни на что не жаловалась. Просто приходила на съемки и работала. За гибель ее героини в фильме Пэрис наградили Тин Чоэс Эуард за лучший крик в ужастике. Но за эту же роль в 2005 году ей досталась антипремия «Золотая малина». Не хочу давать вам интервью. Я не хочу с вами разговаривать. Но она не собиралась обращать внимание на разочарование. Когда ее спросили, что у нее в планах, она ответила, «Много всего вы еще не раз увидите меня на экране». Коротко о главных. Пэрис держала свое слово. В 2006 году она не сходила с экрана в телевидении. Джулиан Макдональд пригласил ее стать моделью. Кроме того, Пэрис засветилась в Лос-Анджелесе, покупая бриллианты. А не вечно, когда мужчина дарит женщине бриллиант, то он точно ее любит. И потом они просто красивые. Пэрис подыскивала себе нечто эксклюзивное для самого громкого события года. Я обожаю премию «Оскар», потому что вообще люблю вечеринки. Это весело. Все просто приходят и развлекаются, как в старые добрые времена Голливуда. И все одеты с иголочки, так что это круто. Выпустив собственную марку духов, за год до этого Пэрис готовилась к презентации новой. Just me, мои новые духи. Все мои духи отличаются по запаху. Этот более цветочный, а предыдущий был фруктовый. Принимали вы активное участие в разработке парфюма? Я посещаю все заводы и нюхаю композиции, выбираю то, что мне нравится больше всего. Я контролирую весь процесс создания духов. На презентации парфюма мать Пэрис Кэти с гордостью вручила дочке инкрустированный кристаллами микрофон. Таким образом, она отметила успехи дочери в новом начинании. А на подходе уже был новый музыкальный альбом со скромным названием «Пэрис». Я отдыхала в Майами со Скоттом Сторчем. Мы провели там два месяца. Там я под его руководством писала музыку. Я написала половину альбома. Он один из моих лучших друзей, он такой милый, с ним всегда весело. Он просто гений. Многие люди, не имеющие музыкального образования, побоялись бы начинать карьеру в незнакомой им области, но Пэрис чувствовала себя уверенно. Это будет нечто другое. Большинство артистов вы обычно слышите впервые, но меня уже знают по шоу «Простая жизнь» и прочим проектам, так что лично мне кажется, меня ждет успех. А для тех, кто удивился ее начинанию, она приготовила простое объяснение. Я люблю работать, люблю создавать что-то новое, люблю развлекать и удивлять. Это идеальная для меня работа, и мне она нравится все больше и больше. Ее первый сингл достиг пятнадцатой строчки в чарте Billboard, а альбом шестой. All Music назвала альбом «Лучше, чем вся музыка, которую когда-либо выпустила Бритни Спирс». Пэрис решила доказать, что она не просто пивичка-однодневка, и принялась работать над вторым альбомом. Она назвала его более танцевальным, хотя и заметила, что он полностью не отразит стиля электроджем, в котором было снято ее видео «Пэрис for President» 2008 года. Не все песни танцевальные. В альбоме есть несколько медленных композиций, но большинство – это ритмичные мелодии. Мне нравится ходить по клубам, и я обожаю Кали Минок и весь этот мир. Меня вдохновила именно она. В альбом вошла заглавная тема, записанная специально для нового реалити-шоу «Подружка Пэрис Хилтон», где Пэрис искала новую подругу. Требования были простыми. Я хочу найти того, кому смогу доверять, Кому смогу рассказать обо всем, и это будет только между нами. Я хочу найти человека с добрым сердцем. На премьеру шоу «Пэрис» пришли поддерживать ее мать, Кэти, отец Рик, брат Конрад и сестренка Ники. «Пэрис» рассказала журналистам, какие качества она хочет видеть в новом «Друге». Обычно сразу видно, как люди реагируют на папарацци. Например, когда я появляюсь, некоторые девчонки впадают в истерику, а другим все по барабану. Это их не трогает. Пэрис постепенно становилась настоящей бизнес-леди. Она примерила на себя роль сопродюсера шоу «Американ Айдол». В 2008-м она сопродюсировала комедию «Красавица и уродина». Она не только снялась в главной роли, но и покорила многих на съемочной площадке. Она приходила на площадку, жала всем руки, была очень дружелюбной. В перерывах между съемками она сворачивалась где-то в уголочке, как маленький котенок, и уже через два часа в нее влюбились все без исключения. Когда я впервые ее встретила, я подумала, что она вообще меня не заметит. Смирилась с этим и была к этому готова. Поэтому меня очень удивило, какой милой, щедрой и общительной она была. Такое в Голливуде вообще редкость, потому что большинство людей ненадежные и необязательные. К 27 годам Перрис добилась очень многого. Она даже была готова делиться секретами успеха. Решив попробовать себя на новом поприще, она запустила свою линию из сумок. Как я уже говорила, все дело в уверенности, поэтому я назвала мою линию «Уверенность». Я считаю, если у девушки есть уверенность в себе, и она в себя верит, то у нее все получится. Я мечтала о том, чтобы заниматься всем этим, много работала, верила в себя, и уверенность привела меня сюда. Именно этому качеству я обязана своим успехом. На встрече с поклонниками в Дании, она рассказала, что новая линия – всего лишь верхушка айсберга ее огромной империи. Она решила открыть собственную сеть магазинов аксессуаров и линии украшений для собачек. Мы открываем 400 магазинов, и это очень здорово, потому что первые появятся в Гамбурге и Манчестере. Кроме того, мои бутики появятся на Среднем Востоке, в Токио и в Азии. Мы будем расширяться. Это замечательно. Интерьер был разработан датским дизайнером, и он полностью отражает мой стиль. Моя мечта сбылась. Именно об этом я мечтала всю свою жизнь. Коротко о главных. Перис Хилтон упорно старалась стать бизнес-леди и телезвездой. Но ей еще предстояло отделаться от репутации легкомысленной знаменитости, любящей вечеринки и ведущей праздный образ жизни. В 2001 году ее назвали ведущей тусовщицей Нью-Йорка, и с тех пор Перис стала воплощением звезды, которая знаменита просто так. Она постоянно появлялась со своей чихуахуа на тусовках, премьерах и случайных премиях. Ее любовь к жизни на широкую ногу часто высмеивалась в прессе и закрепила за ней репутацию избалованной девушки. Это так весело. Я обожаю своих поклонников. Я получаю много маленьких подарков, все меня любят. Мне так приятно, что люди меня так любят. Однако в 2003-м роман Перис с телекамерами привлек к ней чуть больше неприятного внимания, чем ей хотелось бы. Тогда она и ее приятель Рик Саламон решили заснять на пленку, как они занимаются любовью. Когда видео появилось в интернете, казалось, что карьера Перис подошла к концу. После этого Рик поставил дело на коммерческую основу, заключил сделку с компанией по выпуску DVD и даже записал обращение к зрителям перед началом каждой сцены. Ему удалось заработать еще больше, подав на Перис в суд за клевету, когда та заявила, что она не снималась, в постельных сценах. Она, в свою очередь, подала на него в суд за выпуск видеокассеты и отсудила 400 тысяч долларов. Несколько месяцев спустя, пока Перис пыталась оправиться от смущения, на нее свалилась новая неприятность. Ей пришлось обзванивать своих звездных друзей и объяснять, что кто-то покопался в ее телефоне. Телефоны и электронные адреса таких знаменитостей, как Эминем, Вин Дизель, Линдси Лохан и Кристина Агилера появились в интернете. Но все проступки Перис бледнеели по сравнению с тем, через что ей предстояло пройти. Предстоящие события положили конец ее репутации беззаботной королевы вечеринок. В сентябре 2006 года ее завождение в нетрезвом состоянии арестовала голливудская полиция. Она куда-то ехала в половину первого ночи. Полицейские сказали, что ее машина вихляла по дороге, поэтому ее остановили, сделали тест на алкоголь, и прибор показал 0,8 промилля. Это минимальный уровень содержания алкоголя, при котором в Калифорнии разрешается водить. Вскоре полицейский участок окружила толпа фотографов и репортеров. Я позвонил и поговорил с Перис и ее агентом, пока они возвращались домой из участка. Перис сказала, что сожалеет о случившемся, а ее агент сказал, что она выпила всего одну маргариту, что могло произойти с любым. А 0,8 промилля это так мало, что он вообще не уверен в том, что ей что-нибудь за это будет. Но она восприняла это серьезно. Видимо, недостаточно серьезно. Всего спустя несколько дней после того, как Перис дали испытательный срок 36 месяцев, ее поймали на вождении с аннулированными правами. Она подписала признание в том, что она не должна была садиться за руль. Но спустя шесть недель ее машину опять остановила полиция. На этот раз ситуация осложнилась тем, что вместо положенных 35 миль в час она ехала на скорости 70. Суд приговорил Перис к 45 дням тюремного срока за нарушение испытательного срока. Для молодой особы, которая привыкла к тому, что все играют по ее правилам, это стало жестоким ударом. Сейчас я стараюсь быть сильной. Мне очень страшно, но я готова отбыть срок. И хотя для меня сейчас настал тяжелый период, у меня есть семья и поклонники. Они меня поддерживают, и это мне очень помогает. Но, как оказалось, Перис еще была не готова променять свой мобильный на тюремную камеру. После того, как она отбыла всего два дня из положенного срока, окружной шериф решил отпустить ее домой по неуточняющимся медицинским причинам. И опять первыми об этом поведал миру таблоид TMZ.com. Наши источники в органах правопорядка поведали нам, что ее психиатр рассказал, что она находится на грани нервного срыва. И поэтому они отпустили ее сегодня в половину третьего ночи домой. Ее досрочное освобождение многие встретили с негодованием. Если честно, это сумасшествие какое-то, будь это вы или я, то нам пришлось бы отсидеть в тюрьме полный срок. Я считаю, ее снова нужно посадить в тюрьму. Если не можешь отсидеть, не совершая преступления, сначала ее поймали на вождении в нетрезвом состоянии, потом ее арестовали, потом посадили. Если она не может с этим справиться, она не должна отсиживать срок дома. Она неженка. Думаю, это еще одно яркое доказательство того, что раса и деньги могут повлиять на закон. Для некоторых богачей существует совершенно другая судебная система. Судья Сауэр проигнорировал просьбы семьи о снисхождении, и Перис снова посадили в тюрьму, где ей предстояло отбыть оставшийся срок. В результате на свободу она вышла всего спустя 19 дней. Как раз в срок, чтобы поплакаться в жилетку Ларри Кингу и объявить на шоу о том, что она ударилась в веру и обратила внимание на страны третьего мира. Кроме того, что Перис заинтересовалась религией и изъявила желание помогать обездоленным, она решила иметь поменьше контактов с журналистами. Первым делом она продала свой любимый особняк в Голливуде. Я буду скучать по своему дому, потому что очень его люблю. Я оформила его в своем вкусе, но слишком многие знают, где я живу, а сейчас мне лучше жить за закрытыми воротами. Коротко о главных. Хотя теперь Перис старается привлекать к себе меньше внимания, она прекрасно понимает, что своей славой и успехом она обязана средством массовой информации. Да, иногда мне кажется, что все постоянно за мной наблюдают. Меня все время фотографируют или просто пялятся на меня, так что порой бывает трудно. Но я сама выбрала этот путь, так что приходится смириться и жить с этим. Однако это не означало, что Перис соглашалась со всем, что о ней пишут. Пресса лжет по поводу многих вещей. Почти все, что я читаю о себе, это неправда, так что просто не обращай внимания. И вряд ли можно было поступать иначе, когда тысячи статей в «Желтых газетенках» посвящались так называемой «личной жизни» Перис. Многие из них рассказывали о неудавшейся дружбе с коллегой «Пошел простая жизнь Николь Ричи». Эти заядлые тусовщицы в течение короткого срока превратились из лучших подружек в закрятых врагов. Ни одна из них так и не объяснила причин такой вражды. По слухам, это произошло потому, что на одной из частных вечеринок Николь показала гостям неудачный порнофильм с участием Перис. Какова бы ни была причина ссоры, в течение еще нескольких лет бывшие подруги оставались в натянутых отношениях. Когда Перис стала вести собственное шоу «Подружка Перис Хилтон», многие увидели в этом намек на ее отношения с Николь, а слова младшей сестры Перис Никки только подлили масло в огонь. Ее вообще многие использовали. Не думаю, что есть смысл называть этих людей по именам. Это и так ясно. Так что сейчас она ищет кого-то, кому наплевать на славу. Кого-то, кто хотел бы общаться и тусоваться с ней. Кому бы она нравилась как человек, а не потому, что она знаменитая. Но с тех пор две подружки, судя по всему, успели помириться. А Перис закрепила их перемирие, похвалив Николь перед рождением первого ребенка бывшей подружки. И я так рада за нее. «Вчера мы за ужином рассматривали наши старые фотографии, и я так рада, что у нее будет ребенок. Она так хорошо выглядит. Я жду не дождусь момента, когда смогу увидеть ее малыша». Появление у подруги ребенка, похоже, заставило Перис более серьезно относиться к собственному будущему. Согласно информации сайта whos-dated-who.com, она состояла в романтических отношениях по меньшей мере с 60-ю известными мужчинами. В этот список вошли Леонард Ди Каприо, Крис Эйнджел, Энди Родик, Джаред Летто, Кристиана Роналдо и партнер по порнографическому фильму Рик Саламон. Она была обручена с моделью Джейсоном Шо и наследником греческих судовладельцев Парисом Латисом, а также была замечена с певцом Ником Картером и еще одним греческим богатеем Ставросом Ниарчесом. А в 2008-м она подумала, что наконец встретила своего прекрасного принца в лице гитариста Гудшарлотт Бенджа Мэддена. «Я так рада, все идет в прекрасный успешный период. У меня новая любовь. Жизнь никогда не была прекрасной. Сейчас я чувствую себя спокойной и очень благодарна тому, что у меня такая жизнь. Я счастлива». Любопытно, что музыкант является братом-близнецом бывшего приятеля Николь, но Парис не обращала внимания на слухи, будто она завела с ним роман в отместку Ричи. А она продолжала демонстрировать свою привязанность к Бенджи. «Через 10 лет я хочу продолжать заниматься бизнесом и обзавестись семьей, может, даже двумя детьми к тому времени». Спустя несколько месяцев после объявления Парис о своем намерении выйти за Бенджи замуж, на шоу у Дэвида Лейтермана пара рассталась. Но Парис стоило бы научиться держать язык за зубами, когда она начала встречаться за звездой холмов Дугом Рейнхардом. Ничуть не смущаясь, она давала журналистам интервью в центре Канн под руку с новым кавалером. «Я отлично провожу время. Каннский фестиваль – самый лучший кинофестиваль в мире. Он роскошен, великолепен, все одеты по последней моде. Мы с моим парнем здесь впервые замечательно проводим время». Всего спустя три месяца после начала романа она ничего не скрывала от прессы. «Мы просто отлично проводим время с моим парнем. Здесь так романтично. Собираемся в отель Дюкап. Мне там очень понравилось». «Вы еще не собираетесь сделать ей предложение?» «Пока нет, но посмотрим, что будет. Мы вам об этом сообщим». Пара рассталась спустя месяц. А в августе они снова помирились. Наконец, в апреле 2010-го Дуглас и Парис. Парис окончательно разорвали отношения. По слухам, Парис беспокоила то, что Дуглас хочет устроить за ее счет свою карьеру. Но такая неприятность вряд ли помешает Парис завести семью. Эта богатенькая девчушка доказала, что не отступит, пока все не будет так, как хочется ей. А пока она продолжает развивать свою империю и делится своими секретами красоты с миллионами обожающих ее поклонников. Чтобы быть привлекательной, нужно просто знать, кто ты, и быть довольной собой вне зависимости от внешности, потому что каждый человек прекрасен. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова .